Всем привет! Кто давно смотрит мой канал, знает, что я люблю вот такие ножи. Да, вот такие ножи маньяка, которые могут подцепить кого-то на крючок. Но я просто люблю такой стиль, мне нравятся керамбитоподобные. И это доказывает то, что у меня уже довольно давно есть спайдерика Цивилиан. И, в общем-то, я обожаю этот нож. Иногда по настроению, так скажем, для души, в общем-то, считаю, что можно такой нож потаскать на своем кармане. И вот здесь у нас интересная модель тем, что, да, клиночек поменьше с одной стороны, с другой стороны. Здесь у нас есть система быстрого раскрывания. Эмерсоновский вейв, получается, который цепляется за краюшек кармана и позволяет ножу доставаться, извлекаться из кармана уже в разложенном состоянии. Что классно, между прочим. Ко всему прочему, есть подпальцевое отверстие, которое мне тоже очень нравится для того, чтобы раскрывать нож. Это привычная тема для меня. И даже вот таким средним пальцем прекрасно я раскрываю ножи в таком случае. Ну и, ко всему прочему, здесь есть еще и флип. То есть, здесь сразу у нас куча способов раскрытия. Отверстие, цеплять эмерсоновский вейв и флипер. Получается, ну, инерционно тут, в принципе, не получится. Нож фиксируется довольно хорошо. То есть, ну, как бы выверенное усилие. Но дальше все просто замечательно. Опять-таки, ложится в руку классно. И мне нравятся вот такие керамбитоподобные. Я люблю такой стиль, потому что вот эта вот вся банальщина, вот эти вот все ножи, которые относительно привычных форм, ну, они настолько, как бы, скажем так, приедаются, привыкаешь к ним, что думаешь, ну, а почему бы ничего-нибудь такого новенького по дизайну не посмотреть и что-то вот такое интересное. И, между прочим, компания Райк Найф, которая была основана Ричардом Ву, которая является ножевым, энтузиастом и с большим стажем, имеет опыт солидной сферы проектирования и производства различных механических устройств, конструкций, всего такого. Короче говоря, они сделали ставку на смелый и узнаваемый дизайн. И дело в том, что продукция как раз-таки Райк Найф, они, во-первых, поставляются в США, в страны Европы, в Россию, в Австралию. Так вот, они, получается, как раз-таки делают ножи вот такие. Ну, то есть, не то, чтобы прям все, но у них, относительно других производителей, много ножей с ярким, харизматичным, я бы даже сказал, дизайном. Ну, по крайней мере, запоминающимся уж точно, и с точки зрения дизайна, вот такая ставка на премиум, с одной стороны, с другой стороны, на смелые дизайнерские решения, я всегда уважаю. То есть, в общем-то, нужно понимать, что, как там говорится, да, там, фортуна благоволит к смелым, что-то вот в таком духе. Короче говоря, да, реально, в этом смысле смелые решения, я таких производителей уважаю, я понимаю, прекрасно понимаю, что мало кто купит себе такой нож. Нож, это нож совершенно не для каждого, но зато те, кому этот нож понравится, они будут прямо вот в восторге от таких решений. Я, честно говоря, вот люблю такое. Мне нравится, ну, вот мой пример, да, когда нож не для каждого, но если вы уже купили такой нож, то вы определенно купили его с... И будете, в общем-то, не то, чтобы пользоваться как повседневным ножом, а, ну, вы взяли его для души. Вот что, вот что можно было бы сказать. Здесь у нас какие-то интересные формы. Алиан, это же у нас инопланетянин, да, то есть, у нас Алиан 2 модель называется. Сталь, которая здесь применяется, указана на клиночке, это Беллер Н690. Соответственно, сталь, в принципе, достаточно популярная, достаточно нам известная, хорошая вполне сталь, твердость 58,61 по шкале Роквелла, по обуху 3,1 мм, по сведению тоненький 0,2 мм, то есть, это резачок, которым реально можно что-то резать. В принципе, на повседнев использовать можно. Понятно, что вы будете вызывать, может быть, недоумение у некоторых окружающих, если кто-то увидит такой нож у вас, но в остальном пользоваться им можно, потому что открыть упаковочку сможете, порезать какую-нибудь там яблочко, почистить, допустим, помидорчик, что-то такое сможете. 127 грамм веса необремительно в плане ношения, лайнер-лок, замок привычный, клипсу можно переставить как для правши, так и для левши. Интересно то, что здесь у нас шарик керамический используется для того, чтобы все это соскальзывало с кармана, когда вы вот здесь цепляетесь, что и получается, можно вот так зацепиться за этот крюк, не крюк, а как он называется, вылетел из головы сейчас, отверстие, короче говоря, вот это керамбитоподобное, вот, на керамбитах, которые применяются. Можно зацепиться, можно его, я так посмотрел, на самом деле его, судя по всему, можно и открутить. Такое впечатление, что оно все-таки съемное, но я не стал этим заниматься, но, в принципе, если большое желание будет, то можно его убрать, но мне кажется, что оно, конечно, добавляет своего, как бы, определенного такого шарма, харизмы и всего такого прочего, когда можно сюда продеть руку, получается, например, мизинец и этими пальцами что-то делать, то есть нож не падает у вас из руки, ну и, само собой, обратный хват, это то, что, то, для чего предназначаются все эти керамбиты, прежде всего, это вот такой вот агрессивный обратный хват. Я очень надеюсь, что нож вы будете применять исключительно в мирных целях, но я понимаю, что вот сам по себе стиль, сам по себе дизайн, это сильная сторона данного ножа, и, в принципе, всяких керамбитоподобных, керамбитообразных, вот, еще очень интересно, для чего вот это вот, как это все, вот это, что это, почему это вот так вращается, здесь даже не знаю, вот, ну да ладно. Еще из интересных наблюдений, это то, что у нас здесь титановый сплав, 6iA4V Titanium, это керамические подшипники в осевом узле, благодаря которым все так прекрасно летает, это титановая клипса для ношения, соответственно, ну и про керамический вот этот вот шарик, я вам, в принципе, уже сказал, вот, он как бы и нож держит, и ткань кармана не повреждает, и снимается более легко, более лихо, для того, чтобы можно было быстрее привести нож в такое вот положение, вот, и использовать. Когда так, получается, что нож позиционируется как Everyday Carry, как EDC нож, и нужно понимать, что нож сделан из достаточно хороших материалов, там все такое, все дорого, все по-дизайнерски, он не может быть прям супер доступным, но я бы не сказал, что он прям и супер дорогой, то есть некоторые ножи в разы в несколько раз дороже стоят, и это дороже, и, короче говоря, много чего здесь, у меня даже здесь в кадре получается более дорогое, да, есть более дешевые ножи сейчас на картинке, вот то, что вы можете посмотреть. Давайте мы посмотрим по габаритам в сравнении со спайдеркой Enduro, и с удивлением для меня обнаруживаем, что вроде бы не длинный клинок, он на самом деле, ну, практически такой же, как у Enduro, и просто кажется визуально, что он вот вроде бы прям небольшой, но на самом деле нож-то вполне себе полноценный, учитывая, что Enduro-то нож совсем не маленький, вот. Ну и с кем мы еще сравним? Давайте сравним с... Здесь у нас Emerson-овский крюк, а у Zero Tolerance дизайнер Emerson, вот этой модели Zero Tolerance непосредственно, вот. Ну и как бы мы видим, что в данном случае, ну, никаких таких фишек Emerson-овских здесь мы толком и не наблюдаем, а вот здесь наблюдаем этот самый крюк. Давайте еще что-нибудь покажу вам из ножей, ну, что-нибудь относительно такое более-менее стандартное по своим формам, то есть это все вот совсем-совсем-совсем сильно отличается, ну и понятное дело, что это нож не для каждого, но этот нож, вот этот нож в три раза дороже стоит, да, от Шакурова. Да, тут здесь стали чуть покруче, будет M390, но все-таки как бы и тут, и тут титан получается, ну, как бы и вот сказать, да, что разница в троекратное, ну, не знаю, тоже такой специфический вопрос, кому что. Между прочим, комплектация у ножа тоже достаточно богатая, вот еще что я вам не сказал, а хотел, это то, что у нас идет такой чехольчик, вот в чехольчике там у нас есть вот этот бархат, да, всякие там наклеечки, всякие салфеточки, все это идет, ну и само собой это все идет еще и в коробочке, вот, просто я ее убрал с кадра, потому что как-то вроде бы решил, что посмотреть на ножи вам будет поинтереснее, вот, да, понятно, что бывают еще харизматичные какие-нибудь ножи, какие-нибудь вот такие, но это совсем другая тема, это как бы вот, даже не знаю, как вам сказать, с одной стороны немножко более практично, с другой стороны очень тяжелый по весу и, ну, должны быть, наверное, у вас габариты такие, прям хорошо за соточку килограмм имеется в виду, чтобы комфортно носить такой нож, а вот здесь нож получается скорее как раз таки для людей, которые вот более, более хотят чего-то изысканного, вот, более хотят чего-то неординарного, я такое люблю, честно говоря, вот мне такое нравится, я, в принципе, редко на керамбиты как-то плохо отзываюсь, потому что, ну, вот, 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 есть что-то такое, пользоваться можно кончиком, что-то открыть, что-то подрезать, ну, вполне себе, вполне себе практично, на мой взгляд, достаточно практичности для городского ношения, зато, зато есть повод для того, чтобы улыбнуться, вот, что-нибудь рассказать своим друзьям, вот, есть повод для того, чтобы обсудить этот нож, пообщаться, чего, как, вот, и вот эти все системы быстрого раскрывания мне, по крайней мере, по душе, вот, смотрите сами, что по душе вам, что-то классическое или что-то вот такое необычное, инопланетное, что даже в названии бренда звучит, ссылочки на официального дилера Rayknife я оставлю в описании к видеоролику, можно перейти, посмотреть, составить свои впечатления и, соответственно, понять, насколько для вас этот нож интересен более подробно, там все характеристики более подробные, ну, основное я вам, безусловно, все назвал, вот, 127 грамм, говорил, 3,1 по обуху, по-моему, тоже говорил, 0,2 сведения, вроде бы все вам говорил, как-то так, большое спасибо, всем огромной удачи, всем счастливо, всем пока!